Сила действительно в правде И это очень легко доказывается Невозможно построить и запустить самолет На ложных данных Невозможно построить здание, мост На непроверенных свойствах материалов Или на каких-то неизученных физических законах до конца Нельзя построить крыло самолета из перьев И заставить многотонный самолет лететь Просто потому что вождь ссылается на исторические законы Птицы так тысячелетиями летали, значит и самолет плетит Нельзя заправить самолет святой водой И сказать, чтобы он с Божьей помощью помолясь летел Это так не работает Нельзя заставить самолет без двигателя лететь Даже если его избить дубинками Или напугать пилота тюрьмой или убийством Не работает так Не полетит То же самое с обществом, с государством и с человеком Оно не будет развиваться И его невозможно будет поднять в воздух На лжи и насилие Это все элементарно доказуемо Поэтому чем больше в обществе и между людьми лжи и насилие Тем медленнее и хуже будет развиваться и строиться любая конструкция Будь то это физическая конструкция Дом, самолет, машина Компьютер, телефон, смартфон Все что угодно Не построишь их на лжи Нельзя приписками добавить к свойствам Ну условно говоря Операционной системе Добавить просто припиской Что она более мощная Или батарейка Дольше держит Вот просто захотелось И так из фантазии Просто дописать Это все проверяется А если проверяется и постоянно используется То любой человек это может проверить И убедиться правда это или нет Поэтому если мы Строим системы какие-то То мы используем исключительно проверенные и честные данные Тогда это при хороших условиях Начинает летать, работать на нас всех И делать наш мир безопаснее и лучше Ну нельзя с коррупцией построить самолет Ну невозможно от него отпилить Десять, двадцать, пятьдесят процентов Пятьдесят процентов крыла От пилить или не достроить И заставить его лететь С топливом получится Но он не долетит Тогда до места он рухнет Если у него откусить Так же и коррупция Она выедает из нашего самолета Из нашего государства Выедает свойства Где-то он не долетел Если в упрощенной форме объяснять Почему вредна коррупция и ложь То это лучше всего как раз Смотреть на таких Понятных всем вещах Как строительство дома Строительство машины Самолета и так далее Государство Это предприятие Оказывающее услуги гражданам Чем больше лжи От предприятия Тем меньше Клиентов у него останется Рано или поздно Вот ложь ухудшает любые отношения И ложь Идет к деградации Любых систем Будь то государство Будь то фирма Будь то человеческие отношения Это всегда приводит К разрушению Поэтому чем больше лжи Тем менее устойчивая система Менее безопасная Мы уже поняли Что используя ложные данные Мы никогда не постаруем Никакой эффективной системы Никакого механизма Они не будут работать просто Мы можем использовать Старые отработанные механизмы Используемые в других Автомобилях Но это будет такой же Советский автопром То есть когда мы используем Старые проверенные Там годами технологии Коробки передач Подвески Производство стекла Металла Покраски и так далее Но это будет советский автопром Жить можно Ездить можно Все нормально Но почему то все стремятся Пересаживаться на иномарки Почему? Потому что они комфортнее Экономичнее Безопаснее И так далее Поэтому можно Передвигаться и на конях И на телегах Нам есть куда стремиться К большому счету 200 лет назад Еще даже и не могли представить Что такие будут Технологии машины Поэтому и человек при этом жил Но вы спросите себя Хотите ли вы жить И ездить на Современных комфортабельных Автомобилях Или хотите в основном Ходить пешком и на телегах В этом современном мире Можно десятки лет Рассказывать про то Что наш автопром Лучший в мире И это даже будет работать Десятилетиями Если не пускать на наш рынок Альтернативные автомобили Иномарки То есть в Советском Союзе Когда были закрыты границы От автомобилей Иностранного производства Действительно наши автомобили Считались лучшими И мы выбирали Просто Москвич, Жигули, Волга, Запорожец И так далее Каждому по своему вкусу И возможности материальным Но когда открылся рынок И когда мы смогли сравнивать Свои автомобили С машинами Иностранного производства Разными Мы поняли Что мы Значительно отстаем И когда у нас Появились возможности Все плавно Стали пересаживаться На иномарки Мы видим Сейчас на дорогах Что подавляющее число Даже если они Произведены в России То это машины Выполнены по иностранным технологиям С иностранными брендами С иностранными узлами Разработаны Спроектированы И созданы В других государствах В этом смысле Мы Почему-то не берем За пример Полный Общественное устройство Политическое Экономическое Нам хочется Свой индивидуальный Путь развития Пожалуйста Это можно Можно придумывать Но пока не получается Придумываются И развиваются Технологии Автомобильные В том числе И различные Иные В том числе И общественные Мы видим Как в последнее Десятилетие Идет тенденция В сторону Теперь электротранспорта Это же тоже Придумано И могли же Это Так же И придумать И развивать У нас Как и общественные И политические Технологии Но пока Этого не происходит Нету Гениев Которые Могут Это придумать Спроектировать А самое главное Воплотить В жизнь Поставить Это на конвейер Потому что Придумывать Одну Модель Уникальную Сделать Это возможно Но поставить Это на конвейер И Сделать так Чтобы это работало И каждая Следующая Машина Была По качеству На высочайшем Уровне Не хуже Чем предыдущая Это очень Сложная Задача И если бы Какая-либо Марка Вам рассказывала Про то Что она Самая лучшая На земле Писала Про это Материалы Рассказывала В новостях А на самом деле Вы в нее Садились И понимали Что это Совершенно Не так И все Сказанное Про нее Ложь То вы быстро Смените машину А чтобы вы ее Не меняли На другую Вам ограничивают Выбор Нам ограничивают Выбор И когда мы приходим Раз в 5-6 лет Менять машину То мы Вместо Широкого Спектра Производителей Видим Только Москвич Жигули Запорожец И еще Какие-нибудь Волги Искусственные Ограничения Приводят К тому Что Мы все равно Приобретаем Наш автопром Вкладываемся В него Зарабатываем Но при этом Не получаем Развития И должного Комфорта Который Могли бы На сегодняшний день Иметь Ложь мешает Человеку Человечеству Двигаться Вперед Так вот Понимая Что никакие Системы На лжи Не построишь Эффективные Хорошие Качественные Мне бы Хотелось Чтобы Этой Лжи Было Как можно Меньше С любой Стороны Поэтому Считаю Важным Хотя бы Общаясь С вами Минимизировать Количество Лжи Различные Направленные С разных Сторон Неважно Это Политическая Ложь Экономическая И Иная Ложь Очень вредна И мешает Она даже В мелочах Тем более Если она Исходит От Людей Авторитетных Это Нехорошо Это заводит В тупик В зигзаге Общества Что Нас Либо Тормозит Либо Отбрасывает Назад Поэтому Предлагаю Брать И Просто Какие-то Кусочки Вынимать И Разбирать По Полочкам Для Того Чтобы Понимать Это Правда Или Неправда И Чем Больше Будет Людей Понимающих И Отличающих Ложь От Правды Тем Быстрее Мы Поймем Где Нам И Кто Нам Несет Лживую Информацию Соответственно Те Кто Лгут Они Нам Мешают Строить Эффективные Системы Общественные Государственные Экономические Любые Системы Это Нам Вредит Это Нам Мешает